В небольшом кабинете Дома культуры сегодня собрались члены Совета ветеранов. На столах пакеты, из которых выглядывают пасхальные куличи и продукты. Дора Некек, председатель Совета, решила подарить праздничное настроение самым пожилым жителям города, организовав благотворительную акцию. Она была задумана, чтобы мы перед Пасхой обошли всех жителей города, кому за 90. Их, как оказалось, 13 человек. На сегодняшний день нам помогли премария и спонсоры нашего города. Их много. Спасибо, что оказали помощь. Мы собрали в пакетах молочек, пакетик, вафли, пасхи обязательно и яички. Премария города тоже внесла свой вклад в эту акцию. Более того, помощь оказывают на протяжении всего года. В премарии города ежегодно оказывается материальная помощь лицам старше 90 лет в размере 100 леев в месяц. Это 1200 леев в год, которые люди получают в два транша в июне и в конце года. Кроме того, значительная часть этих лиц получает в зимний период помощь в виде дров для отопления. С сегодняшнего дня и до окончания пасхальных праздников такие же подарки получат еще 65 семей в городе Таракле. Материальную помощь получает более 240 человек в городе на общую сумму 1 миллион 200 тысяч в год. Это оказание социальных услуг. Эти услуги не имеют никакого отношения к государственным субсидиям. Они выделяются только из бюджета города. Распределив подарочные пакеты и адреса члена Совета ветеранов, отправляются в дорогу. Первый пункт назначения – дом Екатерины Терзи, вернее ее дочери. Она совсем недавно приехала к ней. Екатерине Терзи скоро исполнится 91. За всю свою нелегкую жизнь она не получала подарков и растрогалась от внимания гостей. Глядя на слезы матери, расчувствовалась и дочь. Екатерина Терзи носит почетное звание мать-героиня. Она воспитала пятерых детей и воспитала достойно, говорит дочь Дора Шершень. Мама у нас очень хорошая, добрая, высмотрела, да, с пятерых. Ну, работала она всю жизнь в колхозе, колхозница. Нас не оставила, всех выучила, у всех образование. Все замужем, да, один сын, он женатый, с невестой живет. Очень много внуков, 17 внуков, 25, 27 даже правнуков, ждет еще троих. Хорошая работала в виноградной бригаде, потом работала в отческой бригаде. Мы ходили ее заменяли. Может, и поэтому она такая, ну, как еще в здравом уме, 91 год накануне, но она держится молодец. Мы ее не оставляем. Сейчас будет канон Пасхи. Ждем гостей, ждем внуков, правнуков. Все ее увидят, все радуются, ей ждут с нетерпением, и мама ждет их. Мы очень рады, что к нам пришла ваша акция. Поздравили ее, внимание, такой старенькой бабушке. Мы благодарны вам, спасибо вам за все. В таком приподнятом настроении хозяйки провожают гостей. На очереди еще одна долгожительница, заслуженный педагог Ольга Черненко. Правда, по состоянию здоровья она уже давно не встает с постели, рассказывает ее дочь, принимая подарки. Уроженка Краснодарского края Ольга Черненко была отправлена со своим супругом и новорожденной дочерью в Молдавию. Их в 49-м году отправили работать, поднимать юг страны, в Молдавию. Сначала они работали в Кирилловке, потом в Алуате. Они оба учителя, отец историк, мама математика. Потом их перевели в Тараклию. Поработали в Тараклию, отца отправили в партшколу учиться, в Кишинев. Ну, мы с мамой здесь остались. Потом, когда он окончил партшколу, его перевели в Бричаны, на север Молдавии работать. Там прожили мы до 55-го года. И в 55-м году отец решил, ему до того нравилась Тараклия, он решил вернуться обратно в Тараклию. Мама очень не хотела. И приехали тогда сюда. Ехали по Карла Маркса. Эта Тараклия была пустыня Сахара. Желтая, желтая, ни одного деревца, нигде. Тогда у людей были в поле, в садах, вот там делянки. Приехали, и только возле первой школы ряд акаций зеленых. Так красиво. Ну, приехали, ни магазинов, ничего. А мама моя выросла на Кубани. Она любит фрукты. Вот и сейчас, как она без зубов, я ей на терку натираю яблоко. Она с таким удовольствием. А тогда ничего. И вот мы приехали, не кушать, не с чего приготовить. И царство небесное были Чебановы Леонид Григорьевич и Александра Федоровна. Был у нас доктор, хирург Чебанов Валерий Леонидович. Вот это его родители. И вот эти люди пришли, принесли нам какие-то помидоры, какую-то капусту, какое-то что-то, знаешь. Просто в то время люди были такие добродушные, бедные, но делились последним. За последние годы уровень жизни населения независимой Молдовы тоже оставляет желать лучшего, мягко говоря. Но это вовсе не означает, что сейчас нет места добру и вниманию, считает председатель Совета ветеранов. Поделившись с ним многим, обретаешь больше. Особенно в праздник Христового Воскресения. Продолжение следует...